Да, почему я ругаюсь на бродсворд, что его палашом обзывают. У него в исчезающе редких случаях клинок палаша, т.е. с одним лезвием. Он всегда, как правило, с двумя лезвиями, англичане прямо говорят, что он бродсворд, т.е. он широкий меч. Почему он широкий? Да потому, что он широкий, он сантиметра 4 в основании, а может быть даже и больше. И, соответственно, с двух сторон заточен. Да, у него два лезвия, есть однорезвейные, но они довольно редко встречаются. Как правило, они не палаши, они мечи, и англичане говорят меч-меч-меч-меч-меч-меч-меч, нет, наши дебилы почему-то всё время говорят шотландский палаш, да идите в жопу, какой он палаш. Вы хоть русский язык-то. Я, конечно, понимаю, что англичанам-то самим чаще всего пофигу, они и саблю мечом называют, у них какой-нибудь там кавалри свод, смотришь, сабля образца 1804 года, а почему он свод, она же кривая, этим пофигу вообще англичанам. Но у нас-то язык не английский, у нас-то язык русский, мы же общаемся вроде как не по-английски в основном. У нас палаш – это прямой клинок с одним лезвием, сабля – кривой клинок с одним лезвием, а всё, что прямое с двумя лезвиями, то меч. Слушай, я сейчас затуплю, наверное, а вот в «Звёздных войнах» это же «лайтсейбр» называется. Называется «сейбр», а почему он «сейбр» непонятно? Кривой должен быть этот «лайтс». Так он там и по описанию конструкции, он свод, всё-таки, потому что у него закольцованный в магнитном силовом поле лазерный луч, соответственно, реже он будет с двух сторон, а никак не с одной, поэтому не знаю, почему он «сейбр». Загадка. Удивительно, да. Загадка. Загадка.